Всем привет, друзья! История известного военного полноприводного грузовика ЗИЛ-131 повышенной проходимости, созданного целиком и полностью силами советских инженеров с некой оглядкой на американские стандартизированные машины М-34 тесно переплеталась с развитием практически всех других автомобилей московского автозавода третьего поколения. Трехосный капотный ЗИЛ-131 со всеми односкатными колесами являлся первым отечественным армейским грузовиком среднего класса грузоподъемностью 3,5 тонны при эксплуатации на местности, который во время работы на дорогах с твердым покрытием доставлял армейские грузы массой до 5 тонн. Выпускавшийся в течение 34 лет, ЗИЛ-131 стал основным грузовиком советской армии и главной базой обширного семейства специальной военной автотехники. Опытные грузовики с маркировкой ЗИЛ-131 появились в 1956 году, но потом потребовалось целое десятилетие, чтобы довести их до совершенства и поставить на конвейер. Камнем преткновения был перспективный силовой агрегат В-8 и потому 3-тонный первенец ЗИЛ-131А получил 135-сильный мотор В-6 и агрегаты от машин ЗИЛ-151, ЗИЛ-157К и пробного гражданского образца ЗИЛ-130. Результатом этих комбинаций стал второй 2,5 тонны гибрид ЗИЛ-131 с наименованием ЗИЛ-165 и 6-цилиндровым двигателем в 125 сил. В 1959 на испытание поступил третий ЗИЛ-131 с пробным мотором В-8 мощностью 148 лошадиных сил, ставшей реальной базой будущей серийной машины. Долгий процесс создания ЗИЛ-131 завершился в декабре 1966. Серийный выпуск удалось развернуть только через год. Автомобиль оснащался совершенным для своего времени двигателем В-8 мощностью 150 лошадиных сил, экранированным электрооборудованием, приводом передних колес, шариковыми шарнирами, рулевым механизмом с гидроусилителем, регулировкой давления воздуха в шинах и цельнометаллической кабины с панорамным лобовым стеклом. На части машин спереди монтировали пятитонную лебедку. В процессе серийного производства ЗИЛ-131 постоянно совершенствовался и оснащался новыми узлами и мелкими деталями, но его внешние черты практически не менялись. В апреле 1974 всему семейству был присвоен почетный государственный знак качества. Развитием базовой модели был сидельный тягач ЗИЛ-131В с укороченной рамой и полуавтоматическим сцепным устройством, служивший для буксировки на шоссе полуприцепов полной массой до 12 тонн и на местности 7,5 тонн. В конце 70-х единственной неудачной попыткой перейти на новый военный автомобиль стали экспериментальные образцы ЗИЛ-131М с многотопливным двигателем V8 в 170 сил, удлиненным капотом и разными исполнениями облицовки перед кам. В 1986 с конвейера начал сходить экономичный базовый автомобиль ЗИЛ-131Н с полезной нагрузкой 3,7 тонны и модернизированным 150-сильным мотором. Внешне он отличался едиными блоками фар с подфарниками, указателями поворотов на передних крыльях и тентом от КАМАЗа. Эти наиболее удачные машины 131-го семейства имели достаточно высокий спрос в СССР и поступали в армии социалистических и соседних стран. Обновленный седельный тягач ЗИЛ-131 с увеличенной нагрузкой на сцепное устройство, передней лебедкой и двумя запасками за кабиной в составе автопоездов развивал скорость 75 км в час. Выпуск на московском автозаводе всех версий 131-го ЗИЛа завершился в 1990 году. В советских вооруженных силах в армиях зарубежных стран грузовики ЗИЛ-131 применялись для перевозки 18-24 человек на продольных или поперечных скамьях в кузове, установки армейских надстроек и буксировки прицепов и артиллерийских систем малого и среднего калибра. Войска грузовики дооборудовали свето-маскировочными фарами, стойками для личного оружия, приборами ночного видения, ящиками для военных карт, а в ряде стран на них монтировали фирменные рамы для демонстрационного показа ракетного вооружения. В 80-й военный завод номер 38 собрал опытный вариант серийного автомобиля ЗИЛ-131Н для перевозки военнослужащих в холодное время года. Его дооборудовали автономной отопительно-вентиляционной установкой с дымовой трубой, смонтированной между кабиной и утепленным кузовом. Военизированные сидельные тягачи серии 131ВМ обычно работали в сцепке со штатными одно- и двухосными полуприцепами, разработанными по заказу Министерства обороны, и перевозили крупногабаритные грузы, секции мостовых переправ и моста строительное оборудование. Первоначально на ЗИЛе-131 монтировали типовые армейские кузова Кунг-1М в нескольких исполнениях. В конце 60-х, когда началась унификация войсковых фургонов, специально для него был налажен выпуск герметизированных бескаркасных конструкций КАЗ-131 и каркасно-металлических КМ-131 с характерными плоскими скосами крыши, смотровыми окнами и системами жизнеобеспечения. Помимо различного оборудования в них длительное время могли находиться члены экипажа, выполнявшие свои обязанности при экстремальных температурах, высокой влажности и в условиях радиоактивного заражения. Основная масса новых легких и прочных безопасных кузовов, базировавшихся на экранизированных шасси ЗИЛ-131, применялась для размещения в них многочисленных систем радиосвязи, радиолокации, разведки и управления войсками, общее количество которых достигало нескольких сотен исполнений. Приоритет в этой области постепенно перешел к автономным радиорелейным станциям, создававшим последовательные участки линейной армейской связи протяженностью до 300 км. Они снабжались разными видами антенн высотой до 20 метров, наборами кабельных катушек и собственными бензоэлектрическими агрегатами. Период 60-70-х годов считался расцветом советских мобильных радиолокационных систем разной мощности и назначения. Их основой считался аэродромный радиолокатор РСП-7ТМ с дальностью действия 180 км, созданный для автомобиля ЗИЛ-157 и переставленный на ЗИЛ-131. Он также применялся для контроля перемещения самолетов в районе аэродромов, обеспечения их посадки в сложных метеорологических условиях. В середине 70-х развитием прежней системы П-15М стала радиолокационная двухкоординатная система П-19 Дунай на двух грузовиках ЗИЛ-131 с аппаратурой управления, складным поворотным антенным устройством и агрегатами электропитания. Ее назначением была разведка и обнаружение воздушных целей на разных высотах и дальности до 160 км, определение их координат, опознавание и передача информации на командные пункты или зенитные комплексы. На обзорной станции дальнего обнаружения 1Л-117 на расстоянии до 350 км использовались два грузовика ЗИЛ-131 со специальными кузовами, в которых было смонтировано оборудование приемопередающей станции и кабина первичной и вторичной обработки полученной информации. В 70-е и 80-е в состав автономной радиолокационной станции кругового обзора П-37МЕЧ, служившей для обнаружения воздушных объектов и обеспечения управления воздушным движением, входили машина на шасси ЗИЛ-131 с аппаратурой управления, режимом работы локатора, в кузове Кунг-1М и двухосные прицепы с антеннами и электростанциями. Дальность обзора достигала 350 км, точность определения координат 500 метров. Менее обширным, чем на ГАЗ-66 являлся набор войсковых аппаратных на грузовиках ЗИЛ-131 с кузовами К-131 и Кунг-1М. К него входили телеграфные аппаратные и машины уплотнения связи ракетных комплексов в семи вариантах исполнения. Подвижный пункт по один на двух автомобилях с типовыми фургонами применялся для управления дивизионом оперативно-тактического ракетного комплекса 9К-72. В них размещались рабочие столы, первая советская электронно-вычислительная машина для расчета полетного задания, телеграфное печатающее устройство и коммутатор, а также бензиновый электроагрегат. К мобильным командно-штабным машинам высокого уровня относился комплекс МШ-1 на базе ЗИЛ-131 с цельнометаллическим кузовом КМ-131, в котором размещались рабочие столы для командиров и операторов, полки и шкафы для документации, системы жизнеобеспечения, электроснабжения, вентиляции и отопления. В буксируемом прицепе ПШ-1 находились места для отдыха боевых расчетов, санитарный блок и емкость для вспомогательного имущества. В конце 60-х в категории машин обеспечения работоспособности средств дальней связи появились легкие мачтовые опоры FL-95 со снам с телескопическими стрелами высотой до 35 метров, служившие для механизированного подъема приемно-передающих устройств станции радиорелейной и топосферной связи. Такие устройства базировались на грузовиках ZIL-131 с откидными опорами и раздвижными телескопическими секциями длиной до 6 метров с приводом от гидронасоса, работавшего от коробки отбора мощности автомобиля. Для повышения устойчивости применялись тросовые растяжки, обеспечивающие стрелам вертикальное положение при скорости ветра до 30 метров в секунду. А на этом все, спасибо за просмотр, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Обязательно комментируйте и присоединяйтесь к нашим группам ВКонтакте, Телеграме, ссылки в описании. Всем пока!